На стадионе имени Анфисы Резцовой прошел турнир по пневматическому биатлону. В нем приняло участие около 50 химкинских спортсменов в возрасте до 14 лет. Этот вид спорта, его еще называют детский биатлон, от взрослого аналога отличается тем, что спортсмены стреляют не нарезными патронами, а из пневматики. При этом винтовки с собой не переносят, они остаются на огневом рубеже. Мишени лыжники поражают из положения лежа и стоя. Дистанция 10 метров. Три года назад это направление. Для большего притока спортсменов именно в биатлон. Как происходило раньше по нисходящей. Вроде биатлонисты есть, но винтовок нет, стрельбищ нет. И как таковых вообще ничего нет. А сейчас очень идет большой просев детей. До среднего возраста они занимаются этим детским биатлоном, без переноса оружия. На огневом рубеже Мария Копылова. И лежа, и стоя отстрелялась без промаха. С катанием тоже все в порядке. Как следствие, заслуженное первое место. Я занимаюсь седьмой год, и с детства у меня бабушка с дедушкой. Они очень любили биатлон, именно смотреть по телевизору. Я с ними смотрела. И дома я, ну я тоже смотрела биатлон одна когда. Я одевала всегда шерстяные носки, брала палки и бегала по дому. И представляла, что я биатлонист. 16 лучших спортсменов будут защищать честь химок на областном турнире по биатлону, который пройдет на стадионе имени Анфисы Рестовой 25 декабря.